В наших исследованиях у нас возникла такая проблема, что именно концепт личности является, возможно, является той причиной, по которому общество как бы атомизируется, разваливается, он превращается в нечто похожее на такое вот агрегарное целое. То есть общество по своей сути должно быть организмом и представлять собой что-то типа как бы сверхличность, а благодаря тому, что каждый отдельный представитель общества, каждый отдельный человек, индивид, представляет собой сам личность, то сама идея того, что каждый человек отдельная личность в некотором своем пределе приводит к тому, что общество разваливается и атомизируется. То есть оно превращается в некое гражданское общество, в котором каждому отдельному индивиду предоставлены какие-то свободы. И общество стремится к некому разобщению. И к тому самому разобщению, которого мы хотим избежать, потому что мы говорим о христианстве. То есть христианство как раз ратует за вот эту сверхличность в смысле единого организма, в смысле не по той обществе, и все более-более скрепляющей обществе, то есть обществе, которая делает нас в каком-то отношении единым, чем-то одним. Тут надо делать, наверное, много оговорок. Вообще, насколько можно говорить о человеке, насколько вообще отдельный человек может возомнить себя настолько самоуверенным, цельным, настолько универсальным, настолько самодостаточным. Это все эпитеты этого концепта личности. Те самые идеи, которые вокруг этой личности собираются. То есть самодостаточность, универсальность, суверенность. То есть личность понимается как суверенное государство, своего рода как государство. Автономность и прочее. То есть все вот эти эпитеты, они как раз указывают на то, что личность должна как-то замкнуться. То есть она должна быть замкнутой в неком своем мире. То есть она должна жить в неком своем субъективном мире. И наоборот даже, как бы, зависимость от другого, то есть зависимость от общества, желание другого, потребность другому, вообще рассматривается вот такой личностью как некого рода изъян. Потому что, как некого рода недостаток. Потому что если я заинтересован другому, если я нуждаюсь в другом, то значит получается, что я не являюсь самодостаточным, не являюсь цельным, не являюсь вот этим автономным, суверенным и так далее. У меня есть нужда, которая делает меня частичным. И как бы сама идея личности по этому, она работает на развал общества. Но это не означает, конечно, что общество обязательно сразу разваливается. Потому что есть и другая тенденция. То, что есть общество изначально, то, что и отдельный человек не может в нашем обществе выжить. И есть поэтому скрепляющие лунзы. Возможно, как бы идея личности, как вот она продекларирована, начиная с эпохи Возрождения, возможно, она является только чистой голой декларацией. И никогда не может состояться как реальность. Но тем не менее, именно она, как мне кажется, в обществе производит определенного рода эффекты. То есть она производит определенного рода... Определенным образом... Идеология личности, она и общество устраивает определенным образом. То есть общество как должно быть устроено? То есть каждая отдельная личность не должна... Должна ограничиться в своей свободе, как бы, да, и дать возможность быть свободным другим. То есть мы должны вот так жить в таких вот замкнутых сферах своих свободы. То есть отъединиться друг от друга. То есть вот эта вот атомизация, это и есть отъединенность, да, тут развал общества не в буквальном смысле просто, а превращение общества в атомизированное общество. Тут есть некое противоречие. Между тем, я еще раз сказал, что общество изначально всегда работает как организм. И даже вот разделение труда там, и то, что мы все вместе соскучиваемся в городах, все это оказывает на то, что вот мы друг другу как на самом деле, да, вот, необходимо. Но вот идеология наша, она указывает на то, что мы действуем так, как будто бы нам другие, как бы, совсем не указы, совсем не нужны. Мы говорили о том, что... Для того, чтобы говорить о личности, необходимо вот в философии вот выяснить вопрос, связанный с тем, что такое представлять собой субъект. То есть на самом деле, как бы, метафизики, вот, понятие личности, оно вот выражается в таком понятии, как субъект. Проблема состоит в том, что... Что такое этот субъект? Можно считать, что этот субъект, вот, есть некоторого рода данность. То есть на самом деле, несмотря на нашу множественность, да, естественную множественность, множественность у нас... То есть мы представляем собой, как бы, такой единый, сложно устроенный организм, да. И несмотря на то, что вот мы так, как бы, множественность тела, духа, души, мы, тем не менее, представляем собой единство. Вот это вот единство и называется субъектом. И то есть, как бы вот этот субъект есть своего рода представитель всего нашего организма. И мы всегда, когда высказываем, например, говорим «я», мы высказываем с позиции вот такого субъекта. Ну вот смотрите, на самом деле, для того, чтобы разобраться с человечеством, надо разобраться с тем, что такое представляет собой субъект, и поэтому как бы немножко надо обратиться к метафизике, и потом оттуда шаг обратно сделать. Я как бы не буду метафизику рассказывать во всей полноте и обосновывать все свои воды. Я просто расскажу примерно, в чем там, на самом деле, основная идея состоит. Основная идея состоит в том, что вот это вот единство субъекта, которая в классической философии считалась некого рода данностью. То есть, в классической философии даже не обсуждал, как может быть иначе. То есть, субъект один, как бы, да, он представляет собой некую вот субстанцию, да, и вот эта субстанция, от имени этой субстанции все остальное существует. Там тело, там душа, дух и прочее. То есть, все объединено в некого рода субстанции, субстанции сознания. И вопрос, если бы мы ставили в классической философии вопрос о множественности субъекта, то, ну, в смысле, субъектности, да, множественности субъектности, то это было бы странно. Как это может быть субъектов? Как это может быть субъектов много? Но на самом деле, как бы, в современной философии как раз вопрос такой поставлен. И причем вот постановка такого вопроса, она прежде всего проистекает из таких простых наблюдений, для которых даже не надо знать философию, что мы на самом деле, в нас различена вот телесная некая жизнь, да, и жизнь, собственно, сознательная. То есть, у нас есть, знаете, ведь телесная жизнь, она поступает в сознание только частично. На самом деле, как бы телесная жизнь во многом протекает бессознательно. То есть, она как-то вот, как-то там бьется сердце, там, как-то там зрачки расширяются, как-то происходит пищеварение и прочее. То есть, мы на самом деле даже, в сознание даже эти действия, они не вступают. Они просто, как вот, есть какая-то телесная жизнь, там, автоматическая, да, там. Она проистекает на каких-то там уровнях, там, в своих, там. И вот эта вот вся вот, ну, вся совокупность вот этой жизни, которая не вступает в сознание, вот его называют бессознательной. И она, во многом, в чем-то даже эта вот жизнь, она определяет также и сознательную жизнь. То есть, есть некого рода влияние. На самом деле здесь проблема-то в чем состоит? Проблем мы сейчас обсуждаем не то, что бессознательное как бы определяет сознание. Да, нам не этот вопрос интересен. Нам интересен вопрос о том, что человек не цельный. Человек вот этой цельности нет. На почве сознания невозможно сделать человека цельным, потому что человек, по крайней мере, разваливается по линии как бы сознания и бессознательного. То есть, человек по крайней мере двоится даже хотя бы на этом уровне. Здесь уже элементарная психология указывает на том, что человек представляет собой множественный субъект. Есть субъект, который выступает на стороне бессознательного, а есть субъект, который выступает на стороне сознания. Много есть примеров, когда один и тот же человек ведет себя странным образом, непоследовательно. То есть, в одном случае он может вести себя одним способом, а другому – другим способом. И можно говорить о том, насколько мы можем говорить о том, что есть единый некий субъект, единая личность, если человек ведет себя непоследовательно. Ведь классическая философия, она обосновывала единство субъекта, в частности тем, что есть некого рода нормальная рациональность, нормальная, как доказать, что в сознании его человека представляет собой целостность субстанции, как доказать, что субъект представляет собой субстанцию, надо на самом деле показать, что он не содержит внутри себя противоречия. И доказывается это тем способом, что существует такого рода рациональность нормальная, в котором субъект может достигнуть состояния непротиворечивости. Почему нужна, я еще раз говорю, непротиворечивость? Если будет противоречивость, то приточный субъект, как бы развалится по линии этого противоречия на два субъекта. Один субъект, и противоречивающий ему другой. Поэтому не должно быть противоречий, должна быть целостность субстанции, обеспечивается тем, что этого противоречия нет. И в этом состоит, собственно, рационализм. Рационализм, как раз и предполагает, что субъект представляет собой субстанцию некого рода целостность. Но, как показал дальнейшее движение, уже не классической философии, что реальный субъект, что он не достигает уровня вот этого рационализма. Помимо рационализма, у него очень много чего еще есть. То есть, у него там есть еще и чувства, и ощущения. То есть, человек, на самом деле, не сводим к чему-то одному. Например, как Гегель пытался свести, допустим, человеческое, к сознанию или мышлению. То есть, невозможно произвести такую простую редукцию. Вот некоторого рода простой субстанции. Реально, получается, что реально можно высказать предположение, что человек, на самом деле, множественный. Множественный не только в смысле того, что некоторого рода субстанция внутри себя различена. А он множественный в том смысле, что он представляет собой многих субъектов, представляет собой много субстанций. И вот когда мы говорили о регионировании быть, я, на самом деле, это тот же самый разговор. Человек представляет собой много регионов, которые объединены в некоторое целое благодаря учреждению. То есть, благодаря некоторому роду заявлению. Конечно же, мы это заявление делаем не так, как это делается в парламентах. А мы это заявление делаем тем способом, что научаемся высказывать о самом себе, как о неком единстве. То есть, условно говоря, что наш субъект, который мы привыкли называть, я, к которому мы относим все наши действия, все наши акты, все, что с нами происходит, весь наш опыт. На самом деле, есть своего рода дело некоторого привыкания. Мы привыкли, на самом деле, так поступать. Разве мы заявляем о себе не всей своей жизнью? Проблема не в этом состоит. Проблема состоит в том, что мы учредили, на самом деле, такую инстанцию, от имени которого происходит все. Весь опыт, который мы осуществляем в жизни, происходит как бы от имени этой субстанции. На самом деле, просто, вот есть некого рода настоящая реальность, это не так. То есть, той самой настоящей реальности, вот наша претензия на то, что мы отвечаем за всю совокупность своего организма, она несостоятельна. Мы не можем это отвечать, просто потому что мы своим организмом не владеем. То есть, мы, конечно же, стремимся овладеть самим собой. И в этом, собственно, и состоит вопрос этики. Вопрос этики состоит в том, что человек должен отвечать за все свои поступки, за все свои действия. Даже если это действие, инспирированное не им самим, а чем-то другим, бессознательным, то, тем не менее, он все равно почему-то за свои действия ответственен. Почему он ответственен? Потому что вот эта инстанция, которую мы называем, я, субъект, личность, она взяла на себя ответственность за весь организм. Она учредила эту ответственность. То есть, она на самом деле, по факту, ответственности нести не может, потому что у нее для этого нет никаких возможностей. Потому что человек не может отвечать за все свои позывы, за все свои инстинкты, за все свои телодвижения. Потому что, на самом деле, все это во многом происходит автоматически. И есть некоторого рода самостоятельная жизнь организма. То есть, организм как-то живет. У него какие-то случаются с ним какие-то случаи. Случаи могут самые разнообразные быть. То есть, есть некого рода то, что называется нормой. И в этой норме человек, допустим, может немножко покривляться. Человек может взбрыкнуть, может как-то что-то сделать. А есть некоторого рода допущения, когда человек это делает. Мы считаем, что это в принципе норма. Но есть ненормальные какие-то действия, которые мы уже рассмотрим как ненормальные. Иначе говоря, в любом случае, то, что вот эта субстанция, вот эта инстанция, лучше говоря. Вот эта инстанция субъекта, она контролирует весь процесс. Вот это навязано нам. То есть, нам навязана культура, языком, некого рода социальным принуждением, социальным воспитанием. Нам навязано, что мы должны считать себя личностями. И мы должны отвечать за свое поведение. В этом смысл, вообще говоря, о личности. То есть, личность, помимо того, что она является субъектом собственности. То есть, что такое личность в юридическом смысле? Личность – тот, кто принадлежит самому себе. То есть, это свободная личность, мы говорим. В чем состоит свобода? Раб принадлежал другому. Вещь принадлежит тоже кому-то. Она не свободна. Как я свободен? Я принадлежу самому себе. В этом смысле моя свобода. А что это значит? Это означает, что я одновременно для себя и господин, и слуга. То есть, я сам самого себя, сам собой управляю. То есть, мне можно доверить это управление только в том случае, если я с ним справляюсь. Если я с ним не справляюсь, тогда государство берет под надо мной опеку и сажает меня куда-нибудь в тюрьму, или в психиатрическую лечебницу. То есть, когда она занимается тем, что если я сам себя не контролирую, то она будет меня контролировать. То есть, весь процесс вот этого надзирания, вот этот процесс презрения, он на самом деле базируется на том, что я обязан, если я хочу быть свободным и хочу жить в обществе и называть себя личностью, я обязан сам себя контролировать. То есть, я сам для себя тюрьма. Потому что изначально, еще раз говорю, что если мы спускаемся, мы это сейчас обосновывать не будем, почему это так, потому что это вопрос метафизический, он требует, на самом деле, отдельного кропотливого рассмотрения. Почему человек, на самом деле, многосубъектен, да, изначально. А это мы, об этом разговаривать не будем, как бы, да. Но это, как бы, есть некоторое, можно доказать это. И, ну, там, можно взять, можно взять на веру. Много регионален, а не много. Много регионален, а так это и есть. Смотри, когда... Не назовешь же там процессы, идущие в пищеварение субъектом. Нет, мы и так, конечно, нет. Просто вопрос состоит в том, что те уровни, да, на которые... Понимаешь, в чем вопрос? Вопрос состоит в чем? Что вот тот уровень бессознательного, который нам часто просто даже недоступен. Как он работает, нам непонятно. Он работает часто, как просто, допустим, как субъект, как маленький ребенок, да, там. Он часто работает как субъект какой-нибудь, как просто другая личность. Там, например, в этом... Вот есть же болезни множественности личностей. Нет, это расщепление сознания. Синдром множественной личности. Это не спецсознание вылазит. Дело же не важно, откуда это вылазит. Вопрос идет просто о том, что человек изначально, изначально, не един. Что единство человека – это вопрос подавления. То есть, это вопрос, в котором участвует некая рода воля. То есть, мы, на самом деле, из каких-то внешних соображений, зачем-то подавляем себе эту множественность. И санкционируем, и учреждаем некое единство, и говорим, что вот есть личность, я, даем ему имя, и весь опыт, и все действия, как бы, и все высказывания совершаем как бы от первого лица. Но на самом деле, если даже просто язык анализировать, мы всегда говорим о двойственности. К самому себе даже относимся, как к некому другому. Я люблю себя, да, там, как бы, там, мне это, не, 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 это. То есть, ну, можно много фраз построить, в котором, как бы, всегда будет двойственность. Эта двойственность, на самом деле, она просто, если на элементарном уровне говорить, то это двойственность между телом и моим сознанием. Тело, как бы, вот оно как-то существует само по себе. Вот назовем это тело, там, скажем, бессознательным, да, там, потому что бессознательное, бессознательное входит все, что по ту сторону сознания. Все туда входит. Понимаешь, это просто отрицание сознания. Вот у нас есть некого рода сфера сознания, вот все, что по ту сторону этой сферы находится, но, тем не менее, и так же представляет нас. Это является бессознательным. Туда входят многие вещи, многие вещи, связанные с нашим телом, туда входят. И вот, собственно, как бы то, что я рассказываю, да, вот этот вот неклассический способ понимания человека, он в современной философии представлен, скажем, вот такой философией, как Делеза и Гватари, да, там, то есть шизоанализа. То есть шизоанализ, собственно, он, на самом деле, там во многом попытается мимикрировать под какой-то такой новый психоанализ, да, как бы он пытается его критиковать и пытается придумать вот некого рода новую, такую вот новую концепцию, да, психоаналитического тока, да, то есть в котором тоже присутствуют бессознательные и прочее, да, там машины желания там присутствуют. Мы, собственно, как бы, может быть, саму эту концепцию, которая объединяет, кстати, там марсистскую философию и философию, вот, и психоанализ, мы, как бы, может быть, сейчас касаться не будем, вопрос просто в другом состоит. Вопрос состоит в том, что вот этот шизоанализ, он, прежде всего, указывает на некую вторую роду множественность, да, вот, что человек – это множественность. И это самое главное. То есть самая главная, как бы, вот, самая главная идея, она состоит в том, что вот это вот единство субъекта, на котором базируется вся классическая философия, в принципе, с этого начинается. И даже… Какая-то не является повтором все того же древнего деления человека на дух, душу и тело? Ты пойми, на самом деле, что… Нет, это не похоже. Потому что… Ну, в чем проблема состоит? Что вот есть два понимания множественности. Вот, например, там, мы говорим, там, например, стол. У стола есть ножки, там, у стола есть, там, собственно, полотно, там, да, там, какие-то детали, там, ящики выдвижные и так далее. Вот эта вот вся множественность относится к столу. И тем не менее, стол один, как бы, а множественность, она, как бы, связана с тем, что просто стол имеет какие-то свойства, там, такого-то цвета и прочее, прочее. Это одно-один разговор. Нет, ну, здесь дух, душа и тело, как три региона одного человека. Так этот дух, душа и тело три региона соотносили раньше с одним-единством. То есть, человек представлял собой некое единство, в котором были… По образу… …которым были и своего рода свойства, понимаешь, свойства были. То есть, вот это единство, оно было, как бы, сверх-единством. Сверх-единством по отношению к человеку был дух, душа и тело, но, тем не менее, все это объединялось сверх-единством, которое называлось субъектом. А почему это так? Почему это так происходит? Потому что, почему, вообще говоря, есть везде единство? Потому что и древняя философия, и философия классическая, она везде мыслит в терминах бытия, и в терминах теологии, в котором есть создатель. То есть, создатель нас не создал как-то, какими-то там, потом… Тут в чем смысл? Смысл в том, что множественность всегда понимается как своего рода недостаток. Если человек множественный, то это на самом деле говорит о том, что он несовершенный. То, что совершенно всегда представлялось нечто одно, понимаешь, и лучше всего, что если бы это одно, было бы там монолитно. То есть, ну, если взять даже вот просто неоплатонизм, да, там, как бы там, ведущим и самым высшим принципом является принцип одного, да, принцип единого. Вот он и, собственно, все остальное организуется, исходя из этого одного единого. То есть, он как сверхъединство находится. То есть, точно так же субъект Декарта, да, вот некого рода субъект, он на самом деле находится как бы в неком состоянии сверху. Он может самого себя рефлектировать и сам себя, тем самым, самим действием рефлексии, да, сам себя обосновывать, да, обосновывать свое бытие. То есть, пока рефлексия осуществляется, как бы, согласно Декарту, получается, что невозможно сомневаться в наличии субъекта, да, который себя рефлетирует. То есть, сама рефлексия, сам акт рефлексии доказывает, что субъект есть. Тут проблема-то в чем состоит? Проблема состоит в том, что множественность всегда выглядит как некого рода недостаток, а как некоторого рода недомыслие, что ли. Потому что даже мы, когда размышляем, просто когда мы находимся в сфере мышления, мы всякий раз, когда есть какая-то множественность, нас это не устраивает. Мы пытаемся возвести эту множественность к какому-то единству. То есть, нам всегда нужно основание. Что такое, скажем, основание? Вот смотрите, можно проще говорить. Для того, чтобы множественность могла существовать, необходимо основание, внутри которой эта множественность находилась. Вот как можно, пример метафора пространственной. Для того, чтобы две маленькие сферы различались и были разными пространствами, необходимо, чтобы было общее огромное пространство, внутри которых эти две сферы различаются. То есть, для того, чтобы была множественность, необходимо, чтобы было единство. То есть, любая множественность подразумевает единство. Потому что множественность – это всегда различение и разделение внутри некого единства. Например, род и виды. Есть виды на основе рода общего. Есть какие-то отдельные понятия на основе какого-то родового понятия. Есть отдельные сферы пространственные, и только на основе большого огромного пространства единого. То есть, всякого рода множественность всегда подразумевает единство. Поэтому проблема регионирования бытия, она и состояла в том, каким образом может существовать множественность. Как можно подумать о множественности бытия. Потому что если есть бытие один и есть бытие два, то тогда мы сразу же, даже хотя бы в пространственной метафоре, мыслим некого рода пространство. И это пространство является как бы объединением этих двух бытия, и будет представлять собой то самое настоящее бытие, в котором эти две, это будет просто как бы частями его. И каждый раз мы на самом деле всякого рода множественности, всякого рода регионирования будем сводить к единству. На самом деле единство лежит в основе нашей логики. Вот некоторого рода такой вот редукционистской логики, которая стремится к тому, чтобы все свести к некому единству. И сама теология базируется на этой логике. Почему Бог один, а не много богов? Потому что если богов много, то каждый бог будет ограничивать друг друга. Но это полбеды. А вторая беда состоит в том, что а как эти боги существуют? Они могут существовать только на основе общего некоторого рода, общего некоторого основания. Так и это общее основание будет богом тогда по отношению к ним. А они будут просто как бы либо частями, условно говоря, этого бога, либо как бы производными от этого бога, которые будут их объединить. То есть всякая проблема, она всегда сводится к проблеме того, что очень трудно помыслить множественность бытия. И для того, чтобы было помыслить, необходимо было вести такую вещь, как несоизмеримость. То есть когда бытие один, бытие два невозможно сопоставить на общем основании. У них общего основания просто нет, они как бы рядом находятся. Общего основания вот этого, которое их объединяет, нет. Они несоизмеримы. Они даже может друг к другу как-то проникают, да? Где-то проникают тем способом, что они противоречат друг другу. Вот, например, если такую опять метафору брать. Вот есть, допустим, гравитационное взаимодействие, а есть, скажем, слабое взаимодействие или там сильное взаимодействие. Они как бы одновременно существуют, да? И сильное, и одновременно частицы взаимодействуют, допустим, сильным образом, да, дрон, и гравитационно. То есть это одновременно происходит, как бы взаимопроникает. Это как бы параллельно, например, или вопрос, возьмем это вопрос о дискурсах. Да, вот есть, допустим, дискурс политики, а есть дискурс искусства. В политике там это главным понятием выступает власть, а в искусстве главным понятием красота. Но эти два термина ведь никак с другим другом не соотносится. Они могут одновременно быть. То есть власть может быть как бы там находиться в красоте, а может быть безобразной. То есть как они соотносится? То есть они могут как бы проникать, взаимно проникать, взаимно как-то участвовать в совместной жизни. То есть это вот те регионы, которые как бы не соотносятся к каким-то простым способам. Непонятно, каким образом они соотносятся. И все это говорит о том, это уже, правда, вопрос был регионирования мира. Так вот, такое вот регионирование, оно и позволяет мыслить множественность, настоящую множественность. Не такую множественность, которая сводится в итоге к единству, а настоящую множественность, которая к единству не сводится. То есть, которая, как говорят современные философы, не носит репрессивный характер. То есть, на самом деле, любое сведение множественности к некому роду единству всегда представляется бы в некоторого рода редукцию. Потому что там множество, например, если мы смотрим вовне, вот та множество, которое я вижу, она реальна, она вот вокруг меня находится. И если я пытаюсь эту множественность осмыслять, то я ее свожу каким-то простым понятием, каким-то простым образом, каким-то простым словам, и тем самым вот это все многообразие, которое передо мной раскрывается, я на самом деле свожу каким-то, редуцирую каким-то простым вещам. И так и происходит всякий раз. То есть всякий раз, на самом деле, если я мыслю, то всякий раз я совершаю вот эту вот редукцию, путем абстрагирования, я низвожу всякого рода множественность к единству. И в этом состоит смысл того, чем занимался Гигель. Вот у Гигеля недаром, на самом деле, мышление является высшей субстанцией. Потому что с точки зрения мышления, всякого рода вот эти вот различия, оно должно, особенно различие, которое представляет собой восприятие, которое передо мной как бы развернуто, оно должно быть сведено к какому-то роду единству. То есть вот этот процесс единства, он похож на то, каким образом мы восходим от видов к роду. Да, вот родовидовое движение. То есть понятие выстраивается таким способом, что вот то понятие, абсолютная идея, да, она на самом деле есть не что иное, как на самом деле вот самое абстрактное и общее всех остальных как бы вот видовых понятий. Да, вот все остальные видовые понятия, они как бы встроены вот в некую роду иерархию, на вершине которого находится вот такое одно абсолютное понятие. И сама вот эта вот система на самом деле, да, вот как бы выстраивание вот такой иерархии, она базируется на том, что… не она базируется, она эксплицирует, да, вот, она как бы выражает то, что мы всегда стремимся и живем в некую роду, как если мы мыслим, да, мы живем всегда в некую роду единстве. Всякого рода мышления всегда будет стремиться к тому, чтобы мыслить одно, чтобы восходить как бы от множественности к некого рода одному. И в этом суть и теологии, и там, и метафизики, и всего. Сама логика как бы вот развертывания этого такова. И чтобы удержать множество, надо на самом деле создать некоторую другую идеологию, противоположную вот такой идеологии. Вот эта идеология движения к одному, на самом деле, она естественна для мышления, то есть мышление, как бы мы ни хотели, оно естественным образом восходит всегда к одному. То есть, как двигаясь как бы от разнообразия, мы всегда восходим к некого рода, к тождеству, к некого второго рода, да, мы всегда высматриваем некого рода тождество, и даже мы это делаем просто потому, что в этом смысл познания. Смысл познания состоит в том, чтобы из всего многообразия, которое меня окружает, как бы выделять существенные, как говорят, там, черты, там, да, там, законы, там, закономерности, да, их объединять, как бы строить теории и так далее. То есть, упрощать реальность. То есть, и смысл познания состоит, что мы из некоторого множества делаем некое конечное единство. То есть, конечность познания в этом состоит профит, да, того, что есть познание. Если бы, на самом деле, у нас было бесконечное многообразие, и мы его переводили в другое бесконечное многообразие, в этом никакого смысла бы не было. Смысл познания состоит в том, что у нас есть бесконечное многообразие, а мы его переводим в конечное многообразие, да. некого рода идей, там, теории, там, концепции. И вот это, конечно, многообразие концепций и теории идей, да, и представляет то, что мы называем знанием. И тогда получается, что человек, когда он социализируется, он может это количество определенных, там, концепций, идей тогда узнать, как бы, да, в течение своей жизни. Ну, и как бы, и тем самым, вроде как, он знает много, что знает. Ну, в современных условиях уже все знать невозможно, но в древности, например, считал, что это возможно было, да, что человек мог бы вот так вот, в принципе, исследовать все знания, какие существовали на его момент, да, и знать все о мире на определенном роде этапе развития общества. Так вот, суть-то в чем, да, мы опять откроем. Суть состоит в том, чтобы удержать эту множественность. Эту множественность можно удержать только вот в нашей концепции, как мы говорили, регионирование мира и регионирование бытия. Ну, вот Делеза и Гватарий, да, Гватарий или Гватарий, у него, на самом деле, у них другая идея. Вот я говорю, это у них идея таких, создание таких концептов, которые внутри себя, как бы, заключают множественность. Ну, вот такой концепт у них представляет, там, Резома, я уже там рассказывал. Резома – это взятые из ботаники, там, это такое, как бы, корневище. Вот есть дерево, да, у дерева есть одно, один корень, как бы, один ствол, там, и там, и крона. А вот есть, как бы, трава, да, там, много разных корней, когда там… ну, или, допустим, они говорят о Резоме, в смысле, допустим, нор. Вот есть какие-то, допустим, норы, по которым бегают мыши, там. Они как-то, например, в смысле классической философии, почему всегда в классической философии возникает время от времени такая метафора, как дерево. Да, потому что, на самом деле, есть некого рода основание, да, на котором стоит знание. Есть некоторого рода это устремленность куда-то, его развитие, да, вот как ствол вырастает из этого основания. То есть, какие-то там… и потом, как бы, вот это вот здание, да, уже построено, оно разветвляется и представляет собой дерево. То есть, генезис всякого рода… в классическом смысле генезис всякого рода знания, там, представляет для нас вот такое разумное устроение, да, которое базируется на том, что вот есть некая вот единая линия, да, или единая линия, единое, как бы, единое движение, единое устремление вверх, да, вот мы как бы пытаемся рациональным образом постигнуть то, как устроено на самом деле. А… и причем вот это движение именно снизу вверх. А вот тебе, представляете, горизонтальные движения, да, то есть, на самом деле, не так происходит, что вот есть некое какое-то там глобальное, фундаментальное движение, да, а есть как бы много разных маленьких движений, как трава вот. И каждый из них самооценен, но мало того, что и корневища как-то там хитрым образом переплетены и связаны, или как норы, да, вот в горизонтальном направлении, они как-то тоже там непонятным образом как-то связаны, какие-то ходы, да. Или карта там взять, да, вот можно, например, такой говорят, карта, или город, да, вот город как-то запутан, там какие-то улочки, там, перекрестки какие-то, да. То есть, вот какие-то такие, его рода, примеры множественности, которые именно имеют горизонтальное направление. Не вертикально вверх растет, да, вот как вот фундамент такой, ведь этот вот вертикально вверх растущее знание – это вот знание классического типа, да, которое вот стремится, стремится, как бы, все упорядочить, да, вот все вот эти уголки, всю логику, там, все, как бы, частности, согласовать друг с другом, убрать все противоречия, как бы, и вот такое вот создать, такое фундаментальное, такое вот, некое целое. А тут получается так, что вот есть некая карта, и представление о том, как это она устроена, мы просто вот ходим по этой карте, вот, например, если мы вот так вот так двигаемся, то попадем сюда, а вот если по-другому движемся, то попадем в другую сторону. То есть нет вот этого рациональности, да, которая как бы связывает все разные вот точки этой карты, или как норы, там, как-то они… Мы можем понимать, как мы движемся, да, как может мы же бежать… Она понимает, как она движется в норе, да, но как она связана, там, как эти норы устроены, там, на самом деле это, там, многосложная вещь, или как трава, там, какими корнями, там, как пересекается. То есть вот это вот представление о резоме – это представление о иррациональном устроении множественности. То есть множественность, чтобы ее удержать, вот они предлагают такую некого рода иррациональную картину. То есть в нем, конечно, присутствует рациональность, да, но эта рациональность, она вот как бы вот такая странная, да, не рациональность, устремленная к тому, чтобы согласовать все свои моменты и выстроить ее сверху вниз. То есть рациональность, которая сама как бы себя запутывает, как бы, да, у которой нет единой картины, да, которая вот как бы такая локальная. Может, она локальная и проясняется для этого, но на самом деле в глобальном смысле она вот такая запутанная и странная. Мне что-то в такой картине не нравится, на самом деле, да. Вот это ведь метафизический, некоторый родом метафизический, некоторый родом метафизическая концепция и представление о том, как удержать множественность. То есть они считают, что множество можно удержать только вот таким способом. Да, то есть надо, на самом деле, отказаться вот это вот от рационального понимания, выстраивания этой единой системы, да, и вопрос рассматривать, исходя из этого горизонтального, как бы, устроения. Причем, как бы, самое интересное, что примеры горизонтальности действительно многообразны. И современная наука даже, она не представляет собой вот это единое здание. Современная наука, она тоже вот локальная, да, и тоже во многом и носит тут теперь уже горизонтальный характер, да. То есть многие разные отрасли науки современной, они не связаны сейчас друг с другом, непонятно, каким образом связаны. Какой-то единой картиной представления о мире, наверное, сложно выстроить. Не говоря уже о том, что отдельные части науки там могут даже противоречить друг другу там как-то. И сложно даже уложить в единую концепцию. Я думаю, что, на самом деле, представление вот о такой резоме, оно, оно нивелирует, как бы, достижение того, что сделала классическая наука. Да, и потому что, потому что, когда мы отказываемся от логики, ведь когда мы отказываемся от вот этого ствола, да, когда мы отказываемся от непротиворечивости, когда мы отказываемся от вот связности именно в смысле, как бы, самосогласованности, то тогда мы, мы тогда отказываемся от возможностей обозревать целое. Тогда мы отказываемся от возможностей целым управлять. То есть резон управлять невозможно. Ну, как-то связаны там отдельные моменты, и что? То есть, как вот норы, как-то прорывы-то связаны. Но они часто, у них-то на самом деле психоаналитические дискурсы, поэтому они-то в основном обсуждают, как вот этот человек, допустим, психотик, да, как у него, в его жизни, допустим, связаны какие-то моменты его воспоминаний, его каких-то телесных переживаний, взаимоотношений с другими людьми. И вот это какая-то вот, есть такая картина такая, это калейдоскоп, как у Пёстры, как там, и как он переходит от одного, у него такая какая-то внутренняя своя логика есть, да, у шизофреника. И как этот шизофреник, на самом деле, переходит от одного к другому, вот надо, как бы, не пытаться его свести путём лечения к некого рода рациональной картине. В чём проблема психоанализа, да, что она пыталась, как бы, вывести вот такого рода больных, как бы, да, каким способом их вылечить? Их вылечить тем способом, что какую-то ясную, указать им какую-то ясную картину их болезни. То есть вывести их на свет вот некого рода театральной сцены, да, о том, как вот, что есть и дипа в комплексе, что на самом деле если человек этот осознает своё влечение к матери, да, там, если мужчина осознает своё влечение к матери, то он, типа, излечится. Потому что стоит ему, как бы, вытесненные воспоминания, как бы восстановить, как бы, пережить заново, там, и всё восстановится. То есть представление о том, что человеческая психика устроена рациональной, что есть некая рода одна какая-то простая концепция, да, причём репрезентативного плана, да, то есть которая именно персонифицирована, да, вот некие персонажи, как бы, да, персонаж, там, отца, персонаж сына, они как-то связаны, и как-то в этой связи, как бы, взаимодействие в этой связи это функционирует. Они указывают на то, что, вот, смотря на то, как устроен шизофреник, нет, вот, не обязательно такая картина простая, что, может быть, вот эти связи, да, вот это множество, она может быть совершенно разной, совершенно странной, как бы, да, и нет вот этой рациональной способа его объяснения. И получается, что, вроде, и лечение, оно должно иметь вот такого рода странный, нерациональный способ, да, то есть в котором, как бы, учитывалось вот его резома, да, резома этого шизофреника, да, как у него устроена внутренняя его жизнь, как устроена его логика. На самом деле, было такое, было такое явление антипсихиатрии, один из, как бы, вот, ее инициаторов, Лейнг, он, как бы, и пытался так шизофрениками, шизофреников лечить, он пытался, как бы, разобраться, вот, в их логике. То есть, пытался, думая, что, как бы, если он разберется в их логике, то он найдет какой-то изъян, там, и можно будет, как-то, найти способы его лечения. Я, правда, не знаю, я не знаю, чем это закончилось, как бы, ну, вот. А там шизофреник нарушается, вот. Понятно, в том и идет речь, смотри, вот, в концептуальной, в классической концептуальности нарушение логики, в этом и состоит болезнь, понимаешь? А не в классической концептуальности нарушение логики – это ничто. Если у тебя, условно говоря, вот эти вот горизонтальные какие-то связи, почему здесь должна быть логика? Ты переходишь от одного фрагмента к другому, по своей какой-то внутренней логике, там. То есть, логики уже в кавычках, да? Здесь нет никакой последовательности, здесь нет никакого требования непротиворечивости, там, или, там, требования какой-то классических образцов логики. Здесь просто есть переход. Понимаешь? И все. То есть, на самом деле, они указывают на то, что этот, почему бы этому переходу не быть? Ну, как же галлюцинации лечить-то? Я не знаю, я же не понимаю, я не знаю, как лечить, Валь. Я просто тебе указываю на то, что вот у гидалеза и гватари, у них как бы именно… Я думаю, что это как и… Дискрус. Ну, это вот опять же, это же как бы репрессивная психиатрия. Ты так об этом говоришь, как будто бы это здорово. Они как раз и выступают против репрессивной психиатрии. Психиатрия пытается, на самом деле, все их сделать это одинаковыми, понимаешь? Она считает, что она знает, как на самом деле должно быть, и почему человек болен. Надо что-то как бы разрушить, для того, чтобы потом что-то создать. А здесь, как бы, вот такая гуманная, если так можно выразиться, психиатрия, да, и психотерапия, она указывает на то, а не получается ли так, что мы, на самом деле, вмешиваемся в личность? Вот личность как-то вот устроилась, вот она такова, она шизофреническая. А почему это плохо? Почему мы должны ее разрушать? Почему надо как бы мне… Может быть, может, как-то по-другому действовать, понимаешь, не разрушая как-то, может быть, надо попытаться в этой логике продвинуться и увидеть, почему она… В чем, как бы, состоит ее проблематичность? Дело в том, что в представлении вот этих ребят, делезы галатари, у них же на самом деле получается так, что творческий человек всегда шизоид. Понимаешь, он всегда шизоид. Он всегда на грани. То есть шизофреник, да, вот это уже клинически больной. Он уже развалился, как бы, вот ему уже как бы не удалось. Он хотел чего-то, да, создать. Он хотел какого-то творчества, да, но он в своем, как бы, в этом движении, да, он как бы развалился, он просто не состоялся. А творческий человек, вот он шизоид, он как бы движется на грани, да, на грани безумия. Просто он не разваливается. Вот и все. И может быть, все эти шизофреники, это просто своего рода, знаешь, как бы, если так можно выразиться, люди… есть люди, которые просто живут, да, есть люди, которые пытаются что-то сделать, да, пытаются как-то к этому миру активно отнестись. Так вот активно… Это люди просто развалившиеся, да, они активно пытались к миру отнестись и не смогли как бы с собой не справиться. Как же быть с дефектами? Я же еще раз говорю, что я не собираюсь сейчас о полечении говорить. Я не знаю, там, как быть с дефектами и спрочем. Вопрос же не в этом идет. Я говорю просто на каком, на каком, в каком дискурсе работает представление о шизоанализе. Поэтому я говорю, дело как раз… Я не хочу говорить о шизоанализе так в массе своей. Это дело как раз не в шизоанализе, а дело в концепции. Концепции множественности. Множественности, то человек представляет собой некую родную множественность. В частности, на примере психоанализа и шизоанализов, то человек представляет собой множественность в смысле психической жизни. То есть, бессознательное множественное. И сам человек, в смысле того, как он себя переживает как субъект, он тоже множественный в смысле субъектов своих. Это можно доказывать. У меня есть специальное исследование метафизическое, где я доказываю, что нет одного субъекта, что один субъект – это некого рода инстанция, которая учреждена. Что значит учреждена? Это значит, взял это и сказал, что я один, уверил себя и сам поверил в то, что я представляю собой единую субстанцию. Это некого рода вера в то, что человек един. Но по факту, во всех своих действиях он проявляет себя как множественность. Именно не множественность, не с точки зрения, как я говорил, как стол, имеет много свойств. А в том смысле, что множественность субъектов. Он не один субъект, а множество. И просто у него есть главная инстанция, его воля или то, что называется субъектом. Самосознание у него есть. Просто это самосознание и воля подавляют все остальные субъекты. Сюда возникает проблема с бессознательным. Проблемы, связанные с психоанализом, с вытеснением и прочим. То есть, есть вот эта множественность субъектов. Они как-то действуют. Есть главный субъект, который взял на себя ответственность за все остальные субъекты. И он сказал, что вы так действовать не будете. Он их подавляет, вытесняет. У него внутри возникает вот эта конфликтная ситуация. Человек либо разваливается, либо все-таки как-то живет. Он как-то зажат. Он как-то сам себя держит в руках. У него внутри клокочет всякого рода страсти, у него есть какие-то влечения, инстинкты у него есть. Но он себя держит в руках. Вот он воля. Он говорит, что я за всех за вас взял ответственность, теперь я буду отвечать. Но я вас буду держать в черном теле. Иногда он как бы дает им поблажку. Что-то там иногда бывает. Это прорывается. А в массе случаев, в чем состоит, собственно, этика, в чем состоит ответственность? А в массе случаев он как бы себя удерживает. И не дает возможности прорваться вот этому внутреннему клокотанию. Но психоанализм говорит о том, что если долго вот так вот зажимать самого себя, если там вот все заталкивать туда внутрь, рано или поздно надо оттуда вырваться. Понимаешь, так не удастся так вот. Потому что в чем состоит смысл вот этих субъектов других? Они же, это же как бы энергия некоторого рода, которая зажата внутри, которая стеснена от пространства. Там давление-то постоянно усиливается, рано или поздно взрывается. И смысл-то как раз лечения состояло в том, чтобы вот эти вот пары как бы спустить, как бы вот внутренний вот этот конфликт, его как бы разрешить. Чтобы найти пути к канализации вот этих вот внутренних импульсов, внутренних движений. Ну вопрос же, опять же, я еще раз говорю, и речь идет о концепции, а не о лечении. То есть вот есть концепция множества личностей. То есть то, что личность – это нечто учрежденное. Это нечто учрежденное. Она учреждена именно, на самом деле, как ни странно, ради этики. Вот есть этика, да, и этика при… Есть два способа, каким заставляет человека действовать в соответствии с законами. Первый способ – это внешнее принуждение, да, насилие. То есть человеку заставляет, как, ну, животное мы заставляем действовать так, как мы этого хотим. Чтобы он там, кот в тазе ходил, там, и прочее, да, чтобы собака там не грызла обувь и прочее. То есть как это делать? Насилие, там, несколько раз наказал, как бы, постепенно, как бы, животное это понимает, вроде, да, по-своему. Это первый способ. А второй способ – когда сам, ну, животное это не может сделать, да, а когда сам человек сам себя обуздывает. Он берет, как бы, сам себя в руки и сам собой управляет. Вот это и называется свободная личность, да. То есть личность, когда, когда, если я сам себе принадлежу, то я беру за себя ответственность за все, что я совершаю. Если, допустим, раб, он себе не принадлежит. Все, что совершает раб, это, вся ответственность переходит на хозяина. То есть хозяин, как бы, управляет рабом, и если раб чего-то не может, там, ответственность за это переходит на хозяина. А если человек сам за себя, сам принадлежит себе и сам берет за себя ответственность, он сам собой и управляет. То есть он сам собой должен, как бы, себя сдерживать. И этика тогда состоит в том, что надо указать, как он сам себя должен сдерживать, как какие-то ориентиры ему дать. Если есть насилие, ориентиров никаких не надо. Выписал, что это нельзя, а если не делаешь, раз по голове, и все. Несколько раз по голове ударил, и вроде как бы проблема разрешилась. А тех, которые вообще не хотят соблюдать с точки зрения насилия закон, их просто уничтожали, все уничтожили, вырезали, и все. Это один разговор. А другой разговор, но это неэффективно. Вы сами понимаете, что насилие внешнее никогда не может быть эффективным. Потому что для того, чтобы это насилие удерживалось, нужно целый аппарат огромный держать. Попробуй там, удержи, особенно в применении к огромному количеству людей, это нереально. Более реально, на самом деле, когда каждый отдельный человек сам себя будет контролировать. То есть, конечно же, законы так и остаются законами, но каждый человек сам берет на себя ответственность за самого себя. Вот это называется уже личностью. Но вначале это просто человек берет на себя ответственность. Постепенно он становится личностью, потому что личность – это как бы собственность. Мы говорили, что идея личности и идея собственности идут от рука об руку. То есть, личность – это некого рода свободное существо, которое берет, которое само себе принадлежит. Собственно, быть принадлежим самому себе и состоит свободно. Потому что в ином случае ты принадлежишь другому, ты раб, ты от него зависишь. Если ты принадлежишь себе, ты свободен. Ну, в смысле, не в смысле абстрактного понимания, что такое свобода, а в смысле понимания свобода, исходя из того, как она устроена реально, то есть, исходя из действительности. То есть, в действительности – это более близкое определение, да, такое, юридическое, можно сказать. Что такое? В чем это юридическое принадлежит? Ты себе принадлежишь и за себя отвечаешь. Например, что-то мне принадлежит, я за это, то, что мне принадлежит, тоже отвечаю. Так, вопрос теперь к этике. Так вот, этика получается теперь у нас, да, это некого рода ориентиры, на которые личность, которые субъект, слушай, говорит, да, человек, который решил сам управлять самим собой, сам себя контролировать и сдерживать, руководствуется. То есть, ему и нужна этика. Именно отсюда и возникают все вот эти разговоры об этике, возникает разговор о том, что чему он должен следовать. Каждый отдельный человек теперь представляет собой вот такого рода, вот я уже приводил пример, как бы суверенное государство. В нем есть как бы правитель, это вот его воля. Этот правитель не изводит свою волю на все остальное подвластно ему население, которое состоит из всякого рода ощущений, страстей, желаний, как бы там, всякого рода инстанции, там, как бы телесной жизни, там, как бы духовной, душевной жизни и прочее. То есть, вот, наш организм представляет собой такое государство, да, в котором есть, как бы, вот, верховный некий правитель, да, который и есть, собственно, который мы называем я, самосознание, там, воля, да, вот. Он, как бы, держит в узде и управляет всем государством, которое внизу у него находится. Недаром, на самом деле, древние государства, они именно, вот, вырастают именно из того, что всегда наверху этого государства сидит какой-то правитель. Потому что человек так устроен. То есть, человек выстраивает взаимоотношения разных людей и выстраивает его как деспотическое государство, потому что сам человек к отношению к себе деспот. Он точно так же устроен. Вот есть у меня контролирующие, изначально инстанция, да, вот, это я, вот, это самосознание, и оно, как бы, вот, все остальное, все подвластное, как бы, оно, вот, управляет их. Точно так же и государство устроено, да, оно точно так же. Верху правитель, он не сводит вниз законы, как бы, и все подчиняются этим законам. То есть, все устроено, на самом деле, устройство человека и устройство государства, они идут параллельно. И то, что, как бы, мы много раз в богословии говорили, что то, что совершается внизу, совершается и на небесах. Но это, на самом деле, многократно на разных уровнях просто повторяется. Дело в том, что вот то государство, которое мы видим, допустим, в западных странах, оно ведь не является деспотическим государством, да, оно является государством демократическим. И даже слово «государство», которое происходит от слова «государь», это не очень правильный термин, да, там у них, там, другой термин, термин, там, «state». Там термин, как бы, в котором указывается, что люди в этом государстве руководствуются принципами некоторыми. И дело в том, что и человек, и там другой, потому что там вот другой человек, он конституирует другое государство. То есть, по-другому выстроено. Но у них и многое, что разрешено, в отличие от того, что мы можем себе разрешить. Вот, например, религиозный человек, да, вот он, религиозный человек, должен следовать определенного рода этике, достаточно суровой такой этике, в которой он должен, то есть, запрещено одно, второе, третье, четвертое, много что запрещено. Ну, запрещенный, там, гомосексуализм запрещен, запрещено, там, вот, блуд и гроши, да, много что запрещено. Но в такой этике, на самом деле, очень сложно человеку быть. Потому что, представьте, ну, не мне, некоторым это удается попасть в эту середину, а многие же не попадают же, как бы, да, и приходится с чем-то очень усиленно бороться. А тот человек другой, да, вот западный, он, на самом деле, ему, как бы, там разрешили быть любым, если она не нарушает свободу других людей. И он уже может быть и обжорой, быть там, и там, и... Ну, вот, например, Конфуция, то, как к 70-ти годам научился согласовывать желание сердца и, как это у них называется, не обряд, а, ну, то, что он придумал. Плюсь, была. Да я не знаю, не люблю я никакого Конфуция человека. Конфуция. Как будто бы, я больше всего поражаюсь, как будто нет у нас... Там не закон у них, а как он это называется? Ну, закон, короче, научился согласовывать желание сердца и закон. То есть я что хочу сказать, что то, что ты говоришь, что тяжело как бы согласовать и удерживать себе эти инстинкты, это... Не всегда так, что, в общем-то, когда человек сознательно приходит к пониманию необходимости всех этих ограничений, когда это сознательно сделано, а не насильственно, тогда никакого труда особенного нет. Если, конечно, нет каких-то там физиологических или психических, или еще каких-нибудь расстройств. Ой, да Валя, ты как бы немножко не в ту сторону, я же не об этом даже говорю. Я, понимаешь, просто то, что я хочу высказать, на самом деле, на вопросе не состоит не о том, как что-то, кто-то с чем-то согласовал, как все устроено. Это вопрос о том, что вот есть некоторое родоидея множественности. Просто эта идея множественности надо с разных сторон пояснять. Вот классическое представление обо всем – это идея единства, тождества. И философия даже, например, Гигеля так и называется, философия тождества. И в этом тождестве, на самом деле, все различие должно быть нивелировано, но не тем способом, что уничтожено, а тем способом, что включено в единство. То есть единство – это субстанция, а все различия – это на самом деле различия внутри этой субстанции. Но субстанция все равно едина, она одна. А теперь представь себе, что, допустим, субстанций несколько, и есть фундаментальная множественность, не сводимая к единству. В чем проблема такого состоит? Если субстанция одна, то почему бы эта субстанция не быть различенной как государство, что есть там верховная инстанция и инстанция подчиненная? Я не спорю с этим. Нет, а если субстанций много, как быть тогда? Тогда эта субстанция верховная оказывается деспотом, понимаешь, которая на самом деле уничтожает некоторого рода внутренние различия. Тогда различие существенно. Его нельзя уничтожить. Если различие, и не есть различие внутри субстанции, если различие, и есть существенное различение регионов, уничтожение его есть на самом деле репрессия, есть на самом деле подавление, которое ничем не может быть оправданно. Это своего рода как бы… Ну, это расизм, понятно. Ну, я просто не знаю, фашизм хотел сказать, там, расизм или это, просто неважно. То же самое, что там за разрез глаз там человеку унистажил. Нет, важно, нет, ты пойми на самом деле, что вот в чем как бы этика у этого, вот если можно усматривать какую-то этику, у Деллеза и Гватари, там, да, вот в этом работах этих, капитализм, шизофрения, там. В чем этика? Этика состоит в том, что общество изначально подавляет людей. То есть изначально люди представляют собой вот такого рода множественность, да, множественность машин желания, да. И они, эти машинки, встроены внутрь социального поля, то есть мы говорили о том, что человек частичный, но тоже точно так же. Вот есть человек как бы распадается на плане некого рода машинизм, который сам вписан в общество. И в обществе этот машинизм тоже определенного рода сочленен, как бы, да, одни машины сочленяются, другие. То есть социальные машины глобальные как бы сочленяются с микромашинами вот этими, личными, да, вот этими отдельных людей. То есть они, и все, и общество вот работает как вот такая огромная машина. В этом представление о том, что все представляет собой машинами, что все представляет собой производство, видится как бы, как они видят объединение марксизма, марксизма и психоанализа. Какой предмет марксизма получается на философском уровне. Но суть-то в чем состоит, что когда этика в чем получается, что вот есть как бы система подавления, когда человек вписан, и он в этой вписанности функционирует. А есть система как бы революционная, когда человек не согласен с тем, что он вписан, он пытается как бы вот проскользнуть где-то вот под этим, под давлением социального. То есть социальная пытается его всячески удерживать, да, вот что такое социальная? Это некого рода система, да, которая пытается свой гомеостаз, свое состояние как бы сохранить. Любая система стремится сохранить свое состояние. А человек в этом зоне, ну, он же всегда вот в этом подавлении, он как бы его нет. Ну, как вот мы говорили о Хадигере, да, что там, что меня нет, а есть вот как бы вот мои, мои форумы. Не у Хадигера, а у Игоря. И вообще как бы вот взаимоотношения человека и общества. Не то, что меня как бы нет, а есть общество, да, меня, меня, мои функции какие-то, да. То есть я хочу быть, не хочу быть отдельными функциями, я хочу быть самим собой. То есть есть вот какая-то революционная как бы движение, да, движение сопротивления. Ну, то движение сопротивления, они не в смысле как бы революции, а в смысле как бы ускользания из-под этого давления общества. Найти какие-то пути ускользания. И в частности, допустим, эти шизофреники, они и пытались найти эти пути, да, ускользнуть как бы из давления общества. Общество как-то на нас давит, а одни прогибаются под давление, да, и как-то живут, а другие не прогибаются, кто-то пытается ускользнуть. Не всегда это удается, поэтому и возникают больные. Капитализм и шестфрение в том состоит смысл, что капитализм по-другому не может. Он на самом деле продавливает и нас раздавливает. И мы на самом деле должны под этим давлением умудряться как-то выживать. Так вот, суть вопроса в чем состоит? То, что у нас есть личности, и что мы всю жизнь в классической философии пытались вести себя к единству, это на самом деле требование социального. То есть социальное, социум от нас требует быть личностями, чтобы отвечать за свои поступки. Если я, например, распадаюсь на какие-то отдельные части себя, скажем, сознание, бессознательное. Бессознательное как себя ведет, а я говорю, что я вообще-то за это бессознательное не ответственный. А он само по себе как-то работает. Я не знаю, как оно работает. Пускай оно за себя само отвечает. Но это как бы будет глупость какая-то, да, получится? Что я не беру ответственность за свое бессознательное. Нет, но если ты описываешься или обхакиваешься, то ты в тюрьму не посадишься. Но тем не менее, очень много примеров. Вот фильмы любят же снимать, там какой-нибудь маньяк, он убивает как бы людей, а сам об этом не знает. Потом вдруг как бы выясняет, что это именно он и убивает. Он как бы, бывает даже так, что он, например, полицейский, и он ищет какого-то маньяка, который убивает ночью, там, на этих проституток. А потом вдруг однажды понимает, что это он и есть. Он сам себя ищет. То есть днем он полицейский, а ночью он маньяк. Вот такой бред. Ты насмотрелся. Да почему здесь насмотрелся? Вопрос же состоит не в том, что можно и измыслить. А вопрос в принципе состоит в том, что если человек множественен, то кто будет, какая инстанция возьмет на себя ответственность за его множественность? Если одна часть его будет в одну сторону двигаться, а другая в другую. Человек так вот. В принципе, человек изначально развален. Вот он такой представляет собой вот как бы так вот. Многослойный пирог. Кто его будет собирать? Собирать его не в смысле метафизики. Потому что метафизики собирать здесь бесполезно. Можно сколько угодно учреждать субъект, он на самом деле все равно будет разваливаться по своим способностям. Каждая способность, она параллельно работает другой способности. И тут ничего не сделать. И у каждой способности есть свой субъект. А вопрос идет о том, что на самом деле с точки зрения этики. С точки зрения этики мы никуда не можем деться и должна быть вот эта инстанция, которая отвечает за все. Она должна учреждаться. Как и в государстве, понимаешь? Вот государство на международной арене ведь. Кто выступает от имени всего государства, от всех людей? Не все же люди собираются и идут разговаривать. А какие-то отдельные там правительства, да, посылают своих каких-то чиновников, послов, да, которые там где-то там о чем-то договариваются. От имени всех. Точно так же и здесь. Понимаешь, субстанция, инстанция, которая, инстанция воли, да, и ответственности, она берет ответственность за все, что совершает организм. Даже если организм не мог иначе поступить. Да, у него вот, ну, понятное дело, что с юридической точки зрения здесь надо говорить об меняемость, не меняемость, об безумии, о каких-то вещах. Мы это просто все проходим мимо, мы просто пытаемся саму концепцию ухватить. Сама концепция состоит в том, что изначально человек множественен, фундаментально множественен, да, различен внутри себя регионально. Не так, как предлагает Делеза Гватарь, там они говорят о резоме. Потому что резоме – это скатывание вообще к этому беспорядку, на самом деле, да. То есть, как бы тот порядок, который якобы там есть, там они называют его хаосмос. На самом деле он представляет собой просто хаос. Конечно, можно в любом хаосе увидеть какой-то порядок локальный, но это, на самом деле, не тот порядок, который желал его. Они как бы утеряют связь с классической философией, тем самым теряют все, что так философия привнесла. На самом деле, когда вот регионирование бытия, да, она занимает среднюю линию. Она не впадает в этот хаос, но она говорит о том, что вот есть фундаментально различенные регионы, которые с друг другом никак не соотносятся, но внутри региона все точно так же классично. Все отдельные части, все соизмерены и соотнесены. И все вырастает, как вот это вот дерево сверху вниз. Другое дело, что не одно, не одна такая вот классическая личница, а их много. То есть, вот эти субъекты, их много. Но некоторые субъекты, может быть, и такие же, как резома, может быть, да. То есть, какие-нибудь там бессознательные, такие бестолковые субъекты, может, и такие бывают. Вопрос же не в этом состоит, вопрос состоит в том, что не надо отказываться от вот этого идеи субъекта, субъектности. Потому что иначе как бы этика, иначе учредить этику нам никак не удастся. Потому что учреждение субъекта, оно необходимо с позиции учреждения этики. То есть, этика требует, чтобы субъект должен быть учрежден. Потому что кто-то должен отвечать за то, что совершает организм. И нужен такой субъект. Его и учреждают. Говорят, что вот это инстанты, теперь субъект. Значит, вопрос о личности, да, продолжаем. Вот есть такая настоятельная необходимость, мы пытаемся сейчас разобраться с тем, что такое личность. Есть такая постановка вопроса о деконструкции самого концепта личности. Что такое деконструкция? Это, с одной стороны, разборка, а с другой стороны, сборка на новом основании. Попытка этот конструкт разобрать и есть возможность собрать заново. Так вот, откуда вырастает, вообще говоря, необходимость личности? Она вырастает из того, что нам необходимо кому-то вменять в ответственность поступки, то есть нам необходим как бы инстанция ответственности. Собственно, мы учреждаем субъекта, мы учреждаем личность для того, чтобы она отвечала за свои поступки. То есть это учреждение имеет именно вот этот юридический и этический характер. И поэтому мы не можем отказаться от личности в этом отношении. то есть мы не можем отказаться от субъектности в этом отношении. Потому что если мы пустим все в область хаоса, если мы как бы согласимся с тем, что человек представляет собой множественность и не несет ответственности за иных своих субъектов и за иных демонов, которые в нем живут, то мы тем самым на самом деле обречем и в общество тоже на некий хаос. А теперь, поскольку мы говорим о том, что человек представляет собой такую множественность, в которой есть инстанция, отвечающая за всю множественность, то есть человек представляет собой такое суверенное государство, где есть правительство и есть подданные, и где подданные подчиняются правительству. И если эти подданные бунтуют, то правительство либо справляется, либо не справляется с ситуацией, но в любом случае несет ответственность за судьбу всего организма. Тем самым нам удается удержать социальный порядок. Именно удержать, прежде всего, это изначальное социальное целое, которое основано на этой формальной этике, как мы говорили, когда каждый ограничивает свою свободу, чтобы дать свободу другому. Потому что отказ от личности, отказ от субъектности приводит к тому, что мы впадаем в некий рода хаос. Поэтому деконструкция может заключаться только в другом. Она может заключаться в понимании того, как личность должна быть организована. То есть, на самом деле, личность должна понимать свою множественность. Она должна понимать, что субъект, на самом деле, та инстанция, которая называется себя субъектом, которая называет себя я, она является только одной из множественностей. Она просто является той властной составляющей, той волей, которая упорядочивает всех остальных субъектов. Но с точки зрения даже государства, на самом деле, если мы говорим о том, чтобы учинять внутри общества порядок, мы ведь говорим и о том, что необходимо дать возможность как бы в меру разумности вот этим вот субъектам, обществу, жить в некоторого рода свободе. Точно так же и человеческая личность, как вот это суверенное государство, да, вот в метафоре это суверенное государство, должна давать возможность внутри себя определенного рода стихиям тоже давать одно же жить. Не так вот, как устроено, допустим, христианство, что оно говорит о том, что надо там свои страсти уничтожать, да, там, что надо там свое тело, там, как бы мучить, и там, как это называется, держать в аскезе и, там, не давать возможности ему никак себя проявлять. На самом деле разумно состояло бы в том, что вот эта вот верховная инстанция, которая отвечает за всех, она должна на некоторого рода поетите, да, на некоторого рода разумном основании давать возможность и другим субъектам тоже как-то себя проявлять, да, в меру того, чтобы она не нарушала свободу других личностей. То есть, на самом деле, если, допустим, у нас есть, как бы, внутренние какие-то страсти, то, может быть, имело бы смысл эти страсти как-то канализировать, как-то давать возможность им проявить себя, да. Если есть, допустим, там, половой инстинкт, то неплохо было бы, на самом деле, чтобы человек мог и его как-то удовлетворять, да. Если у него есть, допустим, какие-то еще другие какие-то его там личные там особенности, то и эти, может быть, особенности имело смысл давать возможность им как-то реализовываться. То есть, иначе говоря, речь идет о том, что вот этот государь, да, вот это наше верховное я, оно должно уметь, как бы, разумно распоряжаться своими ресурсами, потому что вот эти вот все, вот эти вот остальные субъекты, они, как бы, тоже хотят реализоваться, да, и, возможно, как бы, вот разумный государь, он должен этими субъектами разумно распоряжаться. И тут вот, если, когда мы говорим о регионировании бытия, то сейчас речь идет о том, что, может быть, имеет смысл на телесном уровне, да, вести, как бы, телесную жизнь, на душевном уровне душевную жизнь, на духовную духовную жизнь, да. То есть, на самом деле, должен быть некого рода баланс. Весь этот баланс, с точки зрения этики, возможен внутри осуществление вот этой личной свободы человека, да. То есть, у человека есть какой-то шар его свободы, если он не нарушает свободу других, он внутри этой свободы имеет право реализовывать себя так, как он посчитает нужным. И, в принципе, вот в рамках этой свободы, быть может, имеет смысл говорить о том, что личность имеет право там реализовывать какие-то свои внутренние импульсы, свои какие-то внутренние там устремления, а не так, как учит христианство, что почему-то вот, ведь в чем проблема, одна из проблем христианства, что она как будто бы знает, каким должен быть устроен человек, да, как будто бы она знает эту правильную модель человека. И она говорит, на самом деле, что вот человек другой, как бы, человек должен сообразовываться с этой моделью, да, и если у него есть какие-то отличия от этой модели, то все, что отличается от этой модели, он должен уничтожать. То есть, человек должен быть праведным, да, он должен быть добрым, и если у него есть какие-то отклоняющиеся от этого да там страсти какие-то да там как если человек курить там любит азартные игры там или там любит быструю езду или что-то вроде на какие-то вот маленькие страстишки прочего должен всех их искоренять до чтобы соответствовать от некого рода идеальному это будет идеальной модели какой-то идеальному пониманию человека то есть на самом деле вот этот идеализм да вот в этике он очень чреват от всякого рода проблемы и прежде всего проблемами того что люди есть куда раз да нет проблем во первых проблем состоит то что люди отказываются реализовывать такую ведь что на самом деле потому что они подозревают интуитивно что вот такие вот идеальные модели они никогда не не могут быть реализованы то есть может быть отдельные какие-то там святые могут достичь такого состояния но как бы а такие модели недоступны для всех это во первых во вторых такие идеальные модели они не являются реальными то что любая идея любая вот эта простая какая-то модель она на самом деле это оторван от реальности да и она требует от человека невозможного человек не может покинуть выпрыгнуть из своей природы да он не может на самом деле там прямо стать богом да вот там обожиться да вот это потому что человек на самом деле есть какое-то конкретное существо со своими какие-то конкретными проблемами конкретными особенностями и как бы требовать от него чтобы он стал каким-то идентичный какой-то модели да идеально это просто глупость такая 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 этика не может быть реализована потому что и реализует реализовано то что суть то вопроса стоит то что когда мы говорим о конкретности в добре мы ведь имею в виду, что и человек должен оставаться в своей конкретности, со всеми характеристиками, со всем своим конкретным бытием. То есть, на самом деле, речь всегда идет о том, что все, что идеально, все оно на самом деле требует невозможного. Мы же говорим сейчас о чем? Мы же сейчас говорим о том, как можно деконструировать личность. Есть христианская личность. Христианская личность строится следующим образом. Что выбирается какая-то идеальная модель человека, и все конкретные люди со всеми своими особенностями должны этой модели соответствовать, либо не соответствовать. Если не соответствуют, то они грешники. А поскольку модель идеальна, то получается, что все люди на Земле грешники. Сколько бы они на этом пути не двигались бы, они все равно остаются грешниками. То есть, на самом деле, такая модель умаляет и само достоинство человека. Она является идеализмом. То есть, она не может быть никогда реализована. Она просто, если так вдуматься, она представляет собой... Не опорию, а как бы невозможное требование. То есть, требует невозможного. Поэтому этика, чтобы быть возможно реализована, она должна опираться на реальность. То есть, на то, как на самом деле устроено. А устроено так, что человек – это не идеальная модель, это некое конкретное целое. Со всеми своими особенностями. И поэтому личность... Мы должны требовать не такой личности, которая является идеальной моделью. А мы должны говорить о том, что есть у личности какие-то возможности. И она должна сохранять себя в рамках этих возможностей. О каких возможностях идет речь? Речь идет об этой формальной этике. Что человек имеет право развивать самого себя внутри сферы своей свободы. Если он не нарушает свободу другого человека, он имеет право развивать внутри сферы этой свободы себя любым способом. То есть, понятное дело, что если человек начинает нарушать чужую свободу, развивая себя, то это запрещено. И это уже нарушение этика. А если человек движется внутри своей свободы, если он не нарушает чужую свободу, он может развивать себя как угодно. И в этом отношении страсть не является чем-то порочным с самого начала. Ведь крестьянцы и как получатся, что то существо идеально, оно вообще даже и почти и бесстрастное. У него даже никакой страсти нет. Даже любовь к Богу она понимается как-то там не страстным образом. Все страсти должны быть уничтожены, и все. Но ведь уничтожая страсти, мы уничтожаем жизнь. Это смысл жизни состоит в этих страстях, в эмоциях, в этом переживаниях, в глубине нашей. Пусть она с точки зрения идеальной модели представляется какой-то недостойной, но тем не менее в этом состоит смысл жизни. Вся наша жизнь проходит в этих раздомразыкового рода переживаниях. То есть если и любовь к Богу, ведь она тоже определенного рода переживания. Не должна же она быть какой-то бесстрастной любовью. Так вот, суть вопроса состоит в том, что деконструировать личность можно в том направлении, что дать возможность ей реализовываться внутри этой сферы. И развивать себя, и не уничтожать страсти. Это же глупость как бы. Уничтожать страсти только потому, что последствия этой страсти опасны. Или кому-то не нравится. Или с точки зрения идеальной модели оказываются неприемлемыми. Просто мы так устроены. Вот надо согласиться с тем, что такова наша реальность. И смириться с этой реальностью. Если эта реальность позволяет жить, не нарушая сферу своей свободы, не нарушая свободу других людей, то она приемлема с точки зрения этики. Человек имеет право развиваться, как ему хочется. Но здесь возникает тогда другая проблема. Ведь такой вот субъект, такая личность, на самом деле, как ни странно, реализуется сейчас в западных странах. Потому что ведь это полагает, что если у человека есть какие-нибудь переверсии, гомосексуальные наклонности, там, может быть, какие-то еще там странности, да, то вот с точки зрения западной свободы, да, вот с точки зрения формальной этики, он имеет право, если он не нарушает свободу другого человека, да, их развивать в себе. То есть, если, допустим, но он же, если он вступает в взаимоотношения с другим человеком, пусть это с точки зрения христианства выглядит как извращение, нарушение богом установленных законов, но с точки зрения формальной этики, ведь он вступает во взаимную согласие, он не нарушает нищие свободы, да, то есть он остается в рамках формальной этики. То есть, на самом деле, вот такая личность, да, деконструированная, она не христианская личность, да, не та, которая требует некого рода соответствия. некому идеалу, некому идеальной личности, а та, которая основана на конкретной реальной возможности, да, развиваться так или иначе. Так вот, такая личность в Западной Европе, там, и вообще говоря, вот в западных странах, в Америке, там, она реализована. По крайней мере, она реализуется. Вот такая личность, собственно, там и процветает. Между прочим, отсюда и непонимание, это между вот нашей, личностью нашего типа, да, которая склонна вот именно мыслить в терминах идеальных типов, да, вот есть некого рода идеальное понимание такое, какая должна быть личность. И личностью Западной, которая все-таки базируется не на идеальных типах, а базируется на конкретности, на конкретной возможности реализации своей свободы. Потому что там идет речь о реализации свободы, а у нас речь идет, на самом деле, о все-таки о каком-то, о какой-то идеальности, о каком-то нефантазировании, надо говорить, о какой-то мечте идет речь. Понимаешь, у нас идет речь о том, что вот в мечтах мы можем рассуждать о том, какой должен быть человек, что это идеальный тип человека, это святой, да, что вот надо стремиться быть святым, а все мы грешники, по отношению к святому, а уж по отношению к Богу вообще все люди на земле грешники. То есть такое самоумоление постоянно идет, да, и как бы вот… А там на самом деле, да, как мне кажется, как раз обратный процесс идет, там как бы личность понимает, что она имеет право на собственное развитие вот этих своих отдельных субъектов, да, которые внутри прорастают, она дает возможность им реализовываться, тем самым как бы вот личность перестает быть невротической личностью, потому что если вот личность, соответствующая идеальному типу, да, которая пытается отнести себя с идеальным типом, она на самом деле подавляет всех вот этих остальных субъектов, да, и она на самом деле становится невротичной, психотичной. Потому что если мы постоянно подавляем себе вот эти все импульсы, неизбежно как бы возникает у некоторых срыв, да, как бы болезни, в том числе и психические. И все это, если не были психические болезни, то по крайней мере растет напряжение, и это напряжение неизбежно как бы в обществе тоже как-то накапливается, и потом ее общество сотрясает. Как канализировать вот эти потоки? Каким образом дать возможность этой энергии, которая внутри постоянно вырабатывается? Мы на самом деле представляем собой такие генераторы. У нас постоянно жизнь этих субъектов отдельных, разных, кипит. Она постоянно, вот эта энергия, вырабатывается. И надо ее как-то канализировать, надо найти способ, каким образом ее спускать, каким образом вот это напряжение сбрасывать. Если каждый отдельный человек на своем личном уровне, на психическом умеет это делать, то и общество, получается, в целом научается все это канализировать. Если западная личность говорит о том, что разрешено, допустим, в рамках соблюдения законов, соблюдения формальной этики, совершать любые действия, которые не нарушают закон, но развиваться внутри своей сферы. Тем самым разрешено развивать эти маленькие страстишки, маленькие их субъектов, и канализировать их разрешенным способом. Тем самым и общество становится менее напряженным, более нормальным. Тем самым и есть возможность, куда развиваться. Отсюда действительно у них возникает такая толерантность, которая нам непонятна. По отношению к всякого рода изгоям, всякого рода извращенцам, с нашей точки зрения и прочее. То есть, на всякого рода маргиналы. Но эта толерантность, на самом деле, исходит из того, что эти люди, маргиналы, если они не нарушают границы чужой свободы, они имеют право на свою маргинальность. Это их право. Они могут это право реализовать. То есть, в этом видится некого рода последовательность. На самом деле, это более правильный путь. Потому что иной путь, личность, которая стремится соотносить себя с идеальными типами, такая личность не может выжить, на самом деле. Потому что такая личность постоянно будет себя невротизировать. Постоянно себя будет выводить в некоторую роду бесконечного рода проблемы. Психические, и социальные, и прочее. И на самом деле, если поддуматься, наше общество, оно на самом деле таково. Оно невротизированное и психиатичное. Ну, как бы, общество немного в этом отношении нездорово. Так вот, и что нам даст такая личность? Что такая деконструированная личность позволяет сделать? Она, конечно, уже не является крестьянской личностью с точки зрения догматов. Потому что такая личность может быть, скажем, гомосексуалом, может быть проституткой, или каким-нибудь маргиналом. То есть, на самом деле, такая личность не будет пытаться соответствовать какому-то идеальному типу. Может ли такая личность, на самом деле, стать основанием христианства? Ну, то есть, с точки зрения догматов – нет. Потому что, как бы, вот эти многие сексуальные перевесии… Почему я говорю про сексуальные перевесии так? Потому что, как бы, сейчас… На самом деле, отклонения могут быть совершенно разные, да? Ну, просто, как бы, именно с точки зрения сексуальных перевесий, да? Вот, например, свободная любовь, там, там, свободная семья и прочие, как бы, запреты в этом отношении со стороны религии кажутся неоправданными. Потому что, понятно, почему религия всегда, на самом деле, пытается реализовывать запреты в отношении секса. Проблема состоит в том, что… Я так думаю, да, подозреваю. Но, может быть, это не обязательно, не обязательно, как бы, какой-то единственный ответ, да? Древнее общество и древние религии, они не понимали, как… Как они могут управлять вот этой энергией, да? Сексуально. Потому что она очень сильная, и если в этой области не вводить определенного рода запреты, то, как бы, вот эта сексуальная энергия, она может, как бы, разрушать, разрушить все. Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, всегда был вопрос о выживании, главный вопрос. И тут все подчинено выживанию. А что подчинено? А почему… Подожди, подожди, если закончу. Собственно, в этом случае, вот, всех этих сексуальных перверсий, там, и других отклонений, все, что это все разрешается официально, я не знаю, хорошо это или плохо для Европы, но, конкретно сексуальный перверсий, эти люди просто сойдут со сцены. Собственно, главная семья, она не оставит детей, она уйдет, и все. Тут, видишь, проблема, вот, ты… Ну, это все понятно, ну, ладно. Сейчас нет такой проблемы, что людей, как бы, не хватает, нет проблемы выживания, поэтому человечество может себе позволить некие излишества. Надо четко… А в античности, как было дело, тоже была проблема с этим. Почему там тогда это возникает? В античном обществе это считалось нормой, и что? Почему, как бы, в определенном этапе вдруг возникают все-таки запреты? Ну, ладно, в общем, давай этот вопрос, как бы, действительно, снимем с повестки. Это просто несущественно. Существенно другое, что вот такая вот личность, да, она не может быть с христианской современной, с этой, со стандартной какой-то догматической точки зрения. Ну, почему бы ей не быть христианской, вот, в каком-то новом смысле? Спасибо. 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 Продолжение следует...